Описание представленных МР-томограмм пациента 1979 года рождения от 13 сентября 2019 года. Печень. Положение и форма обычная, в размерах не увеличена. ККРПД 133 мм, ТЛД 50 мм. МР-структура печени однородна. В С6 единичная киста размером 6х7 мм. Другие очаги патологического сигнала не выявлены. Портальная вена 10 мм. Контуры четкие, ровная. Структура паренхема однородная. Внутри печеночные сосудистые билиарные сети не расширены. Структуры ворот печени дифференцированы. Внутри печеночные желчные протоки не расширены. Холедов прослеживается на всем протяжении, не расширен, до 3 мм. Структура в его просвете однородная. Желчный пузырь обычных размеров, формы и положения. МР-признаки наличия конкрементов не выявлены. Поджелудочная железа не увеличена, размером 26-13-19 мм. Контуры четкие, ровные. МР-структура поджелудочной железы однородна. Очаги патологического сигнала не выявлены. Парапанкреатическая клетчатка дифференцирована. Признаков отека ее нет. Берсунгов проток не расширен, на 2 мм. Селезенка расположена обычно, правильной формы. В размерах не увеличена, 93 на 41 мм. Надпочечники обычных размеров и формы. Правая почка нормальных размеров. Паренхема однородна. Чашечная лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена. Паранефральная клетчатка структурна. Правый мочеточник не расширен. МР-признаки наличия конкрементов не выявлены. Левая почка нормальных размеров. Паренхема однородна. Чашечная лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена. Паранефральная клетчатка структурна. Верхний третий синуса. Киста 5 мм. В нижнем полюсе субкапусулярная киста 6 мм. Левый мочеточник не расширен. МР-признаки наличия конкрементов не выявлены. При выполнении ДВИ участки патологического измененного коэффициента диффузии достоверно не определяются. Заключение. МР-признаки единичной кисты печени. Кист левой почки босняк 1. Врач-рентгенолог, кандидат в медицинских наук Максим Анатольевич Котов. Заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры лучевой диагностики ССГМУ имени И.И. Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. Отвечаю на ваши вопросы. Первое. На представленных томограммах данных за холидухолитат нет. Желчные ходы не расширены. Билярной гипертензии нет, что видно на холангиографии. Второе. Данных за панкреатит также нет. Подручная железа нормальных размеров. Структурная ее достаточно однородна. Кроме того, нет признаков воспаления, отека, жировой клетчатки вокруг поджелудочной железы. Но тут есть два момента. А. Наиболее точным считается постановка диагноза панкреатит по уровню повышения альфа-амилазы. Здесь я бы посоветовал сдать анализ крови на альфа-амилазу. Б. Проявления на УЗИ, МРТ и КТ появятся дня через 2-3 от начала клинических проявлений болей. Третье. Эхосигналы на границе паренхемы и лоханки до 3 мм по УЗИ. Это могут быть микролиты, атеросклеротические бляшки в сосудах, просто помехи изображения. Здесь лучше сдать клинический анализ крови. И если в нем будет повышен уровень солей, то сделать КТ почек. А на МРТ мелкие кальцификаты. В почках не оценить, их не видно. Субтитры подогнал «Симон»